Теперь давайте посмотрим, как она вот с такими вещами справляется. Раз, здесь все хорошо. Раз, все хорошо. Раз, все у нас в травосборнике. Теперь дадим задачку посложнее. Посмотрите, ничего не оставило. Все хорошо, да? Ну, отлично, что можно сказать. Да, машина действительно крутая. Друзья мои, после того, как мы сняли обзор на газонокосилку Hyundai, все написали в комментариях, что хотите более подробно изучить весь модельный ряд газонокосилок Hyundai. Именно поэтому сегодня мы снимаем обзор на очередную крутую газонокосилку от этого производителя. Газонокосилка для огромных площадей. 56-й захват, друзья! Эта газонокосилка уникальна по-своему. Вы посмотрите, на рекламной брошюре мы можем увидеть надпись «Турбосистема». На 30% наполняемость травосборника больше, чем в любой газонокосилке. Идеальный сбор мокрой травы. Да, этой газонокосилке можно косить после дождя. Пункция садового пылесоса, средства высокой травы и наполнение травосборника просто шикарное. Именно поэтому я сегодня хочу вас ознакомить с этим аппаратом. Начинаем! Сегодня у нас газонокосилка от производителя Hyundai. Моделька L5520S. Эта газонокосилка имеет уникальные технические характеристики. Начиная от мотора, ширины захвата, объема травосборника, наличие турбосистемы и других уникальных фишек. Сейчас все по порядку расскажу. Начну я с ширины захвата. Ведь ширина здесь 56 сантиметров. Газонокосилка имеет в наличии спереди вот такой вот бампер. Да, ведь она огромная, поэтому грузить, выгружать, погружать ее нужно двоим. Вес самой газонокосилки 42 килограмма. Нелегкая. Но и технические характеристики ее говорят. Просто кричат о том, что она предназначена практически на гектары. Можно сказать, это мини-трактор, за которым нужно ходить. Объем травосборника 84 литра. Задние колеса огромного диаметра. Если у вас какие-то ухабы, неровности, не переживайте. Но эта газонокосилка имеет уникальную демпферную конструкцию подвески. Что это такое? Друзья мои, если у вас неровности, какие-то ухабы, вы посмотрите, как она демпфирует. Сейчас я вам все продемонстрирую. Эта газонокосилка будет в точности повторять весь контур вашего участка. Неровности, пологи, ямы, кроты нарыли. Не переживайте, справиться проблем не будет. Газонокосилка складывается очень удобно. Ручка, буква Z, травосборник сняли. Поэтому, если вы думаете, что она много места занимает, ничего подобного. Вот там и вверх, и от колеса до колеса. А ручка сложилась у вас с буквой Z. Эта газонокосилка работает в пяти режимах. Что это значит? Ну, во-первых, она может собирать траву в травосборник. Травосборник огромный, вверх пластиковый, низ пластиковый, бок капроновый. Также есть индикатор наполнения. Просигнализирует, когда травосборник наполненный, поможет вам, подскажет. Вытряхивать его будет удобно. Еще у этой газонокосилки есть дефлектор для бокового выброса. Встричь высокую траву может. Также есть вот такой вот пластиковый кожух, для того, чтобы газонокосилка могла работать в мульчирующем режиме. Еще косилка работает без травосборника. Ну и самое главное, газонокосилка имеет систему турбо. Что это такое? Сейчас все вам покажу. Смотрим. Да, нож огромный. Ремень полностью закрыт пластиковым кожухом. Но здесь есть вот такая вот пластиковая огромная ерунда. Что это такое? Там спрятана пластиковая крыльчатка, ну, вентилятор, который вместе с валом раскручивает ее и создает дополнительный поток. Сама дека сделана в виде ракушки. То есть здесь у нас меньше и по нарастающей идет. Вы посмотрите, здесь у меня больше, чем ладонь, гораздо ушла. То есть с помощью вот этой вот ракушки вихревой поток создается таким образом, что эта газонокосилка работает в режиме садового пылесоса. В прямом смысле этого слова. Газонокосилка имеет стандартные органы управления. Здесь есть скоба зажигания, вы ее держите постоянно. Как только отпустили, мотор заглохнет. Снизу скоба самохода. Газонокосилка имеет привод на задние колеса. Здесь же у нас есть регулировка скорости движения. Она же у нас является регулировкой оборотов мотора. Кстати, если говорить про мотор, не особо зацикливаюсь, скажу только одно. Мотор Hyundai имеет у нас экологически чистый выхлоп. А Евро 5 и верхнее расположение клапанов. Мощность мотора 5,2 лошадиные силы. С повышенным крутящим моментом, как написано в инструкции на русском языке. У газонокосилки есть 7 положений высоты. Может стоить как практически 2 сантиметра, так и на 9 сантиметров. Все техническое обслуживание этой газонокосилки сводится к тому, чтобы раз в сезон поменять масло в картере двигателя. Здесь у нас заливная горловина. Она же является щупом. Обязательно перед первым запуском проверьте масло, чтобы оно здесь было. Если его нет, удалейте обязательно. Бензин используйте АИ-92, либо АИ-95. И еще нужно будет следить за воздушным фильтром. Здесь у нас обычная губка, которую достали, пару капель масла на нее капнули и обратно вставили. Но зато мотор будет работать стабильно и хорошо. Ну а перед самым запуском нужно нажать на праймер 3 раза. После чего подойти к газонокосилке, а зажать скобу зажигания. И после чего протянуть стартер на себя раз, два раза. Потом найти слабину и сделать рывок. Мотор завелся. Все хорошо. Давайте протестируем на вот этом участке. Включим средние обороты, самоход и покосим. Трава у нас здесь достаточно высокая. Но от этого газонокосилка Hyundai ее менее эффективно не стрижет. Ничего не оставляет после себя и стрижет достаточно высокую траву. Управлять ей, несмотря на ее габариты, достаточно легко. Камни какие-то у нас здесь попадаются. Ничего страшного. Сейчас мы этот пятачок выстрижем. Хорошо, кстати, стрижет. Ровный срез достаточно. Сейчас я сделаю остановку. Уберу камень, который нам не смешает. Опа! И мы обязательно дострижем. Вот это место, где нам мешал камень. Опа! Блин, несмотря на то, что она такая тяжелая и мощная, управлять ей не составляет никакого труда. Теперь давайте посмотрим, как она вот с такими вещами справляется. Раз! Здесь все хорошо. Раз! Все у нас в травосборнике. Раз! Все у нас в травосборнике. Теперь дадим задачку посложнее. Раз! Раз! Все у нас в травосборнике. Раз! Раз! Отлично, что можно сказать. Даже несмотря на то, что газонокосилка у нас с травосборником. Все выкосило. Что у нас тут? Пластиковая бутылка попала? Размолола в пух и прах. Ничего страшного, как говорится. Куски соберем сейчас. Ветка даже была. Ничего страшного. Уберем эту в сторонку. И посмотрим, да? Ну, вы видели? Вот такие вот лопухи она срезала на раз-два. Срез ровный. Ничего она не оставляет. Знаете, многие газонокосилки что делают? Когда мы загоняем вот в такую вот траву, они ее просто укладывают, но не стригут. Газонокосилка Hyundai с помощью своих оборотов, с помощью своей турбины не только стрижет, но и отлично укладывает всю траву в травосборник. Давайте теперь откроем травосборник, посмотрим. Видели, сколько стрижет? А наполнилась-то всего даже меньше, чем пол травосборника. Поэтому заводим мотор и продолжаем работать дальше. Мы здесь будем ходить по неровностям специально. Такое чувство, что у нее бесконечный травосборник. И она может собирать, собирать, собирать и собирать траву дальше, дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, скатили целые кусты. Открываем травосборник. Смотрим. Да, сейчас я думаю, он у нас наполнился практически целиком. Смотрите. Блин, его даже не поднять. Он пипец какой тяжелый. Давайте вытряхнем и посмотрим, сколько у нас здесь травы получилось. С кустами вместе. Обалдеть можно. Да, друзья мои, инструкцию забыл вытащить. Но ничего страшного. Дофига, просто дофига. Опачки, друзья. Выкосили мы минимум две сотки. Я думаю, даже может все три. Косили мы кусты, косили мы газонную траву, косили мы высокую траву. Где-то была по колено, где-то меньше. Но результат, что мы травосборник, который у нас стоит на этой газонной косилке, вытряхнули всего один раз. А теперь я вам хочу продемонстрировать самое интересное. Как эта газонная косилка работает в режиме пылесоса. Немного я и прокосил. У нас здесь в травосборнике есть травы, на которой я сейчас вам и продемонстрирую. Демонстрирую. Вытряхиваем ее. Раз. Травосборник нам еще понадобится. Сейчас здесь распределим ее. Вот таким образом. После чего наденем травосборник. Заведем мотор, и я вам покажу, насколько она хорошо собирает траву. Опа. Сейчас мы здесь сбоку сначала пройдем. Теперь по самой траве. Так, ладно. В принципе, двух проходов вполне хватит. Давайте снимем травосборник и посмотрим, где наша вся трава. Она у нас вся в травосборнике, друзья мои. Ведь газонная косилка отлично у нас работает, а в режиме садового пылесоса. После того, как мы убедились, что газонная косилка работает очень хорошо как с травосборником, так и в режиме пылесоса, сейчас мы его поставим в сторону, и я вам продемонстрирую, насколько же она хорошо косит высокую траву. Для этого поднимаем дефлектор, ставим боковой выброс, заводим мотор, и идем искать высокую траву. Вот она, она высокая трава, сейчас мы ее здесь уберем. Опа, провалился в яму я. Выходим из ямы. И выстригаем все. Так, глушим. Я думаю, этого вполне хватит, чтобы показать, что трава, которая у нас здесь была, друзья мои, почти по пояс, состригла с первого прохода. И посмотрите, кусты, в буквальном смысле этого слова, это уже не трава, это кусты. Все, газонная косилка срезала и выплюнула. Хорошо, очень хорошо косит высокую траву. Но насколько она хорошо работает в режиме мульчирования, сейчас мы с вами это и проверим. Одеваем наш дефлектор. Так, здесь у нас просто мульчирование трава, убираем ее, фиксируем, защелкнемся, отлично. Заводим мотор и начинаем косить в режиме мульчирования. Для этого нам высокая трава особо не нужна. Мы вот здесь покосим. Ширина захвата, конечно, дает большие возможности. И вам не надо 3-4 раза ходить по одному и тому же месту. С этой шириной захвата даже большие участки можно обкатить за кратчайшее время. Был газон, заросший травой. Выключаем самоход. А стал газон прямо сейчас. Берем футбольный мяч и начинаем играть в футбол. И, друзья мои, что самое главное, вы здесь не найдете никакой травинки. Все это настолько многократно измельчается и перемалывается в деке, что травы здесь нету. Кому не нравится работать с травосборником, для тех газонокосилка Hyundai отличный вариант. Газонокосилка Hyundai имеет много всяких примочек. Типа подстаканников, штуцеры для мойки деки, рамной конструкции, огромной ширины захвата, отличного мотора, большого травосборника, 5 режимов работы, регулировки скорости движения. И все это за 51 990 рублей. Но не забывайте, для всех наших подписчиков YouTube канала, Яндекс.Дзена, либо Рутуба действует акционное предложение. Вот эту красавицу с видеообзора вы можете купить за 38 тысяч рублей. А новый аппарат, запечатанный в коробке, по 43 тысячи рублей. Друзья мои, это действительно очень хороший ценник для такой газонокосилки. Но для тех людей, кто не любит покупать с картинки, а любит досконально изучить саму газонокосилку, посмотреть, как она устроена, посмотреть, настолько она крутая, насколько я про нее рассказываю. Всех ждем в нашем магазине. Она у нас стоит на витрине. Ее можно посмотреть, завести. Поэтому либо я, либо какой-то другой менеджер с удовольствием предоставит вам полную консультацию про эту газонокосилку и подберет все необходимые расходные материалы. Наш магазин находится по адресу Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81. Это всего-навсего 10 километров от МКАДа. Шесть полос в каждую сторону, без светофора, пять минут вы у нас. А лучше всего и проще всего в навигатор забить одно слово. Гарденсток. И навигатор приведет прямо к нашему подъезду. Где представлено только на витрине больше, чем 200 газонокосилок. Здесь мы подберем для вас самый лучший аппарат, поверьте мне на слово. Если вам понравилось видео, ставим палец вверх. С вами был Алексей и канал Гарденсток. До свидания, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok